здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается 22 ферма и у нас декабрь и сейчас я просто жду пока вырастет цена на канал самая высокая цена которая должна быть вроде как на марисоне сейчас и мы мотаем время и она потихонечку от растет когда нам прекратить расти мы поедем и продадим эту самую каналу а пока короче время мотается и вам расскажу что у нас происходит у нас есть одно поле черт я забыл что его надо было прополоть вот я лошара полонник это дело уже не возьмет мотнул слишком много времени ну ладно разберемся сейчас это уже последние сорняки их только опрыскиванием можно убить придется опрыскать а также у нас есть еще одно поле 38 я друзья решил что на него пшеницу я не буду сажать я посажу на него кое-что другое более интересное а также у нас есть теплички в которых есть салатика дохренища их полностью заполнил кстати я здесь немножко подровнял такие ландшафт кое-как это получилось худо-бедно может быть где-то это не очень красиво выглядит не очень ровно получилось особенно вот здесь вот видите а бордюры то воздухе теперь висят или что это такое это бордюр все-таки называется так цена кстати перестала расти время останавливаем вот мы короче подровнял более-менее здесь как-то удобно ездить стало вот что самое главное можно вполне себе нормально здесь заполнять все это дело я в общем то все это дело позабивал и у нас тут забился полностью салат у него будет высокая цена в феврале поэтому мы поставим автопродажу наверное в теории как бы можно место сейчас здесь освободить и он будет производиться дальше но да кстати здесь я тоже пробовал выровнять ландшафт у меня нихрена не получилось нормально так вот что я говорил я говорил про поддоны их в теории можно освободить но знаете мне настолько лень возить эти поддоны потом грузить их и возить по 200 литров они совсем маленькие я короче поставлю автопродажу если не продастся то что у нас здесь само это мы конечно вывезем от этого никуда не денешься что у нас здесь уже выставлено а потом я разберусь я уж извините я понимаю что читерство не читерство и все такое прочее но поддоны возить это прям бич просто этой игры так вот надо сейчас друзья знаете что сделать отвезти каналу и возить конечно же будет работник а только найти куда это дело возить марисон самая высокая цена вопрос где это находится это нам на железную дорогу надо везти туда куда мы контракт возили в какой-то серии неважно куда какую сторону но ближе конечно же южный же д бункер нам я предлагаю друзья отправить найми то загрузить и доставить загрузочная станция у нас будет вот это вот фарма обе еще четыреста что тебе не нравится дружище загрузочной станции не поддерживать их заполнение я вообще тот трактор выбрал я скорее всего не тот трактор выбрал и я тот трактор выбрал ну стейр все правильно да который 8150 воду дайте работу загрузить и доставить станции работа регулярная что с тобой не так ты же подцеплен к этому грузу подцеплен ты сможешь возить можешь вопрос что не так нет типа заполнения тут сломалась разгрузочная станция и южный же д бункер о канала вроде как понятно все настроил работа регулярная и давай начать работу с он где-нибудь как-нибудь здесь наверное развернется на южную же д станцию сможет съездить получается ему нужно съездить будет аж пять раз это не так мало времени у него займет вы а потом друзья мы заказываем поезд и на поезде отправляем это все дело на марисон и у нас будут первый наш доход с урожая получается если не читать конечно то что мы прошлый раз пару поддонов продали это было прям совсем ни о чем он должен будет приехать сюда здесь мы арендуем поезд за тысячу и вывезем весь урожай вот здесь видимо будет разгружаться как-то так это работает давай посмотрим а он загрузился красавчик молодец и поехал пусть какая-то помощь сейчас есть в общем то он катается и тогда мы с вами встречаемся так с народами то ли случился какой-то баг то ли я чего-то в этой жизни не понимаю вас товарищ катается ездит высыпает сюда все а если мы смотрим цены то у нас как будто 42 на 42 куба за засыпано хотя может быть считается это хранилище я сейчас пропустил тот момент когда он поехал загружаться можно в принципе сбегать на базу посмотреть сколько там у нас лежит на базе может он и правда все хранилище считает не 10 кубов еще лежит он не все еще привез я думал что это багануло ладно в любом случае на раз уж я тут это самое включился давайте тогда закажем аренду поезда где это у нас то у нас вот тут скоро приедет поезд 3 и 1 километр ух ты как прикольно деньги с нас пока что не списали у нас осталось осталось да всего лишь 1000 и плюс еще кредита 45 тысяч висит так что на самом деле все плохо с другой стороны сейчас продадим всю канулу и с нее почти 60 тысяч получим то есть кредит от объем плюс через два месяца продадим весь салат что тоже в принципе неплохо да вот он сейчас загрузился и у нас на складах понятно короче же до склад показывает отображается еще и здесь по факту можно даже на же до склад ты возить хранить это все дело почему нет а еще были надо будет от сорняков избавляться вот вообще не не в тему я про это забыл ну да ладно хорошо ждем пока последний вот это вот привезет нам каналу паровоз уже прибыл паровоз еще не прибыл а где паровоз 940 метров 900 метров например он с той стороны карты появляется и едет как бы в обратном направлении мы видимо поедем тогда задним ходом другому никогда пробежимся на встречу он что-то как-то реально не с той стороны есть ты у нету а может быть тут два поезда в разных направлениях катаются хотя тут один путь черт я в озеро упал точнее это река да поезд приехал с той стороны а и он задним ходом приехал гениально ладно привет паровоз перри можем им пользоваться открываем вот эти вот штуки как это люки называется да и засыпаем туда канулу 32 куба пока перевезено короче да пока ждем вот это вот вообще сейчас было непонятно вроде как был подключен то он опустил до пони ну ладно ага это вот так работает да он не поднимает до конца когда заводишь двигатель пусть есть какой-то звуковой глюк а потом ты начинаешь ехать и он поднимает ну ладно ранняя версия игры первое это нормально когда в ней куча багов кстати вот эта штука приехала да и разгрузилась можно еще загрузить опаньки и понеслась 40 кубов еще два куба осталось на складе ждем а чё он едет вот посреди дороги прямо целится видимо ну короче да автодрайв то так себе был бы трафик здесь они бы не разъехались ни хрена да и вообще что я говорю какой нахрен автодрайв обычный наймец ну давай друг разгружайся да мы поедем где наш паровозик давайте его это самое сядем в него опять какая-то херня с этим двигателем ладно пофигу трактор разгружайся я не вижу разгружаешься ты или нет загрузку он не дает он пошла загрузка во 42 256 и задним ходом сейчас просто погнали это все дело отвезем на на ту станцию куда нам надо отвезти а трактор вернется так понимаю на загрузку и остановится наймит уволиться с учетом того что там больше ничего нету а задом на круиз-контроле ехать нельзя гениально я понял слушайте даже блин я забыл как эта херня называется к электричеству которая тянется и мне впадло сейчас гуглить это слово поэтому она короче он дергается поезд поедет в пункт марисон и вернется на другую сторону карт хотите чтобы поезд продал груз хочу и 60 тысяч как я говорил у нас появилась это прекрасно можно вернуть кредит оплачиваем полностью кредит друзья и идем тогда спать до зимы у нас здесь так себе трактор кстати вот вернулся уже на базу почти что у нас по цене самого 1800 и расти она скорее всего не будет поэтому давайте-ка мы залезем вот в это вот самое меню и поставим все на продажу продажа 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 и последним тоже продажа на час 9 утра вероятнее всего продажи будет в 10 это может быть имеет смысл мотнуть время даже потому что денег не прибавляется как видите воды везде хватает всего везде хватает семена удобрения все везде есть тут получается бункеры воды на 20 кубов а семена удобрения по 10 вместимости имеют у теплиц давай друг продавайся будет очень здорово если вот эти поддоны тоже продадутся так заработная плата 10 утра у нас стрельнула и 86000 у нас на балансе то есть продалась вот это вот дело и вот эти поддоны с этим понятно эти поддоны нихрена шинки не продались значится что мы и делаем дальше у нас все имеет самую высокую цену феврале поэтому смысла я имею иду из тепличного вот этого дела салат помидоры клубника все по высокой цене именно феврале продается блин я бы эти поддоны с удовольствием бы конечно отсюда вывез но их здесь так дохрена я друзья оставляю тогда автопродажу нет смысла это все дело копить до февраля может быть где-нибудь в ноябре я буду останавливать вот это вот производство хотя опять таки поддоны начнут копиться короче пускай и сама продается будем просто подвозить семена воду и удобрения когда надо будет но и скорее всего будем идти в плюс что вот с этим вот делать я не знаю можно арендовать такую вот штуку сколько в ней на интересно влезет вообще в теории много в нее поддонов влезет это надо тогда арендовать еще и мана тягача есть еще вот такая платформа она к трактору идет и не может быть даже проще будет нагружать или даже вот такая давайте ее арендуем точно да и поехали за ней съездим какой мы трактор возьмем вот этот вот трактор возьмем но и сейчас друзья нужно как-то аккуратненько эти самые поддоны погрузить на эту самую платформу их можно будет в принципе в два ряда ставить по-хорошему чувствую это будет такой геморр что просто я пожалею потом о том что я начал этим заниматься потому что это реально геморройное занятие я помню на зеленой долине как-то парал с такой штукой но там борта были от расстояния захвата бы побольше сделать на эту самую супер силу я понимаю да есть такой мод где и расстояние захвата больше а счет ты куда-то сползаешь дружище что трактор наручник не не ставится и еще разными сторонами эти поддоны ставлю платформа сползает зачем ты сползаешь дружище о как я пожалею короче об этом я уже жалею ладно я не знаю какому психопату понравится вот это вот все дерьмо грузить погрузчиком в таком количестве мне здесь всего четыре теплицы я понимаю что скорее всего у них немножко больше производительность чем у стандартных но все равно это же не серьезно тем более зная насколько ферме херово работают погрузчики хотя может быть в этой хотя я сомневаюсь что в этой ферме они стали прямо лучше грузиться до всего все равно геморрой вот прям не очень ровно конечно меня получается хотя могло быть и хуже лаган эту платформу много влазит правда чем больше ты грузишь тем больше становится страшно и хранять а можно же сделать одно неловкое движение например одним поддоном сбросить все остальные а я в этом кстати спец особенно если начать грузить с другой стороны нормально не влазит вообще наверное хорошей идеей будет закрепить сейчас ремни потом нагрузить следующий ряд и перестегнуть их этим может быть за две поездки мы справимся может быть я как-нибудь нагружу и так что за одну поездку справимся с ремнями намного проще стало можно это все дело будет в два этажа сделать а может быть даже и в три этажа не знаю доедет там трактор смысле массы хватит ли ему сил это все то есть и хотя с другой стороны тут не так уж и много киньте туда же 10 тысяч не будет заработка и вот это вот все мучение ради 10 тысяч денег не такого не будет должно быть больше вообще я могу понять почему самая высокая цена на всякое зерно зимой потому что зимой она заканчивается вообще кстати даже не зимой на некоторые зерна а перед скажем так созреванием когда я его остается мало по сути дела когда начинается дефицит но вот это вот как бы выращивается круглый год в теплице хотя с другой стороны как бы на грядках те кто выращивает упс твою мать это улетел те кто выращивает это на грядках тоже наверно имеют некоторый дефицит зимой частности обычные дачники какие-нибудь ты тут прям вообще как-то убого составил это все пофигу и без автопогрузки нормально мы справляемся но почти нормально твою мать а ведь на второй этаж особенно снизу грузить как-то тяжелее я она пытается упасть так вот этим тоже закрепляем чтоб не столкнулась и у нас осталось тут совсем немного надо очень-то в какой-нибудь закрытый прицеп просто прописать салаты помидоры вот это вот все дело чтоб с поддонов их наполнять можно было как из бункера тогда будет намного веселее да можно будет даже все самим ездить продавать это не станет ни для кого проблемой реально вот ребята вот ответьте в комментариях вот кому нравится вот это грузить все погрузчиком вот кто реально может это сделать и типа не один раз один раз поупарываться в принципе и мне будет весело наверное особенно если там мультиплеере например сделать вот так вот вот на постоянке вот вы выращиваете вот эти вот теплички и всякую эту хрень будет ли кто-нибудь заниматься этим постоянно ты же просто охренеть можно наверно с этими погрузчиками короче если есть такие вот психи в хорошем смысле этого слова представьтесь в комментариях пусть страна знает своих героев а вы между тем уже почти закончили сколько тут осталось раз два три шесть поддонов манускрипта все равно круче теплицы сделаны это как бы даже и не обсуждению не подлежит этим никто с точно спорить не будет вот получилось бы у меня еще это красиво составить было бы вообще классно но я не такой я криворукий еще надо было на стрим на какой-нибудь выводить вот это вот все на стриме можно позаниматься херня стримы для этого собственно и сделаны наверно и чтобы вот такой вот херней заниматься достой не падай ты зараза мышцы не поставлю тебя поставлю с первого раза так со второго но ты у меня поедешь я тебя продам осталось два поддончика всего ставим сюда и последний аллилуйя и так кстати много времени у меня на это ушло наверно минут десять уже чуть больше а может чуть меньше я честно говоря не зафигал но все ура закрепляем ремнями ли надо наверное именно вот эту вот штуку сфоткать на на заставку газора трактор надо как-то поставить поаккуратнее 8600 он показывает сто процентов мы везем а это прям так работает а только если им не закрепить а если мы один поддон уберем там тоже сто процентов будет значит пожалею том что его отсюда убрал на мне прямо интересно до 8 400 все равно сто процентов ясно понятно ставим его обратно упс это будет геморройное занятие откуда его вообще забрал поставим его прямо на третий этаж так вот он немного весит и центр тяжести не сильно сменится завязываем все это дело ремнями еще раз и в общем то поехали продадим ладно я тут примерно знаете ли в уме прикинул трактор вообще не едет кстати да с этим грузом пытается но в горку у него вообще ни хера не получается может быть если пьяна механики ехал было бы лучше но автомат дело такое так вот короче прикинул я тут и примерно 15000 мы получим за этот прицеп если тут 8 600 этого всего дела да я сюда добрался кстати без метки прям найти вспомнил куда ехать классно да все понеслась продажа давай 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 продавайся это даже больше 15 тысяч 16 с копейками 15 600 нормально продано салатика очень знаете ли неплохо за полгода у нас получилось чем того что месяца три простаивала наш теплица но ценники упадут столько мы не будем зарабатывать постоянно этот прицеп кстати можно отстегнуть и сдать его за аренды сколько я за аренду заплатил и так и не посмотрел но в любом случае ладно будем считать что она того стоило и друзья едем спать ну что друзья с первым днем весны и у нас на балансе стала 130 тысяч после того как мы поспали 30 тысяч в день сейчас вот эта вот штука нам приносит замечательно короче мы будем в плюсе а чё и вообще весной собирался сделать в марте я друзья собирался посадить виноград и а также нам кстати еще техника понадобится специально для этого дела это вот такая штука для уборки я так понимаю винограда маленький трактор какой-нибудь понадобится для того потом надо будет их подрезать после сбора урожая специальный прицеп для винограда нужен обязательно специальная опрыскивал к видимо кстати для фруктовых садов вот такая в прошлой ферме было по золотого колоса но точнее примерно такая маленький культиватор еще в комплекте идет и мульчер идеальный инструмент для выращивания винограда и олив чем смысл не сильно понимаю ну короче надо будет немножко инструментами обзавестись давайте в общем то посмотрим как это дело здесь высаживается я даже честно говоря не пробовал ни разу этого делать виноградная лоза но допустим слишком малое расстояние да она все высаживается вот такими вот рядами о каком расстоянии нужно это дело делать кстати мы потратили довольно много денег на это давайте попробуем минимальное расстояние взять которым доступно тяну доступно прям и здесь слишком маленькой я понял кажется примерно вот так слишком маленькая слишком маленькая слишком а он не то считает я понял на каком расстоянии их надо делать а глаз я так понимаю знаете что я подумал мы наверное сделаем вот таких вот четыре ряда а что здесь культивировать а что здесь мульчировать я не очень понимаю смысла ну ладно сделаем четыре ряда то есть три проходки туда-обратно в теории это трактор от черт я здесь слишком много расстояния взял остальное тогда чем-нибудь будем се и здесь слишком много расстояния взял и криво повел еще черт но да не очень удобненько ну допустим вот наш виноградник сейчас он выглядит довольно таки убого и это логично нужно ли здесь удобрять почву второй раз давайте удобрим вроде как типаж посеяна новая стадия роста пошла правильно нас есть немножко удобрений вот по центру ряда вот сейчас проедемся надеюсь трактор там поместится трактор здесь помещается с трудом вот ты новый трактор покупая удобрял к здесь них ряне помещается видимо нужно вот это вот именно садовая опрыскивал к для всего этого дела и вообще кстати помещается я наверно полный извращенец раз я таким занимаюсь ну ладно поехали попробуем это все дело посыпать удобрениями я не знаю есть ли в этом смысл как по мне текстура по свету вообще не меняется удобрена неудобрена еще я застрял прям совсем застрял вот же черт о боже мама ради меня обратно что делается состав почвы кстати не изменился как оттуда достать трактор видимо придется его сбрасывать в магазин другого варианта я сейчас вообще не вижу сброс дилеру дам эту херню сброс дилеру да и противовес тоже но выберись пожалуйста черт он не хочет выбираться я сам здесь тоже застрял противовес сброс дилеру да техника возвращена в магазин я же надеюсь она не продалась и вот она стоит на месте только удобрения мы решились которые там были а это четыре косаря между прочим стоило там два куба было ладно друг стой здесь если мы посмотрим в календарь то виноград мы будем убирать в сентябре а пшеничку будем убирать в июле в общем-то в следующей серии тогда мы начнем с уборки пшеницы и посмотрим что надо делать с этим виноградом я еще может быть поизучают вопрос как-то отдельно может быть даже найду время youtube чик глянуть на всю эту тему также пока буду спать до июля буду следить за нашими тепличками то есть подкидывать сюда семена удобрения и водичку с водой вообще геморрой надо что-то делать на тоже бочку брать большую и проще будет ездить знаете здесь есть озеро рядом и вот в эту реку просто знаете с колонки наполняется тоже довольно таки жирно я все-таки человек жадный хотя из колонки наполнял сейчас плюс это довольно она долго заполняется короче это много времени занимает а вот здесь вот есть около 3 2 поля у нас озеро и вот отсюда заполняться почку большую взять ману будет намного круче наверно так вот следующей серии в общем-то разберемся с виноградом наверно соберем с него урожай посмотрим вот эту новую технику для сбора урожая и в общем то все такое первый урожай я наверное не буду сейчас сильно здесь париться что да как есть вероятность что придет ко мне в голову идея это все дело пересадить более аккуратно потому что первые два ряда получились реально аккуратными таким более-менее а вот здесь вот получилась какая-то херня и она мне не нравится а я не люблю когда мне что-то не нравится посмотрим еще сорнякиш могут вырасти падлы короче да встретимся друзья в июле поэтому подписывайтесь на канал чтобы этого дела не пропустить лайки комментарии конечно же ускоряют выход следующих роликов спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку всем спасибо за просмотр с вами был никита дилой всем покаки